Здравствуйте! Утро звезды, какое оно? Чем завтракают наши любимые селебрити? Для чего одному из известных артистов бита на заднем сидении машины? А главное, почему именно он принимает участие в детском празднике? Ответы на эти и другие вопросы в завтраке со звездой. Сегодня, к сожалению, у нас не завтрак со звездой, а небольшой кофе-брейк со Скаром Кучера. Доброе утро! Доброе утро! Можно и Кучерой, это нормально. И Кучерой. Вы как-то говорили, что, советовали, вернее, что не нужно думать о том, как ты выглядишь. Вот я, в принципе, уже следую вашему совету. А вы, выходя на сцену или слыша слова «камера, мотор», на самом деле забываете о том, как вы выглядите? Ну, я об этом вообще не думаю. Но тут надо в контексте сказать, да, я говорил, что не надо думать артисту во время исполнения им роли, как он выглядит. Оскар Кучера. Музыкант, российский актер, теле- и радиоведущий, автор различных программ. Родился 11 августа 1974 года. Обладатель премии «Овация» и лучших телеведущих развлекательных программ. В Уфу приехал по приглашению журнала «Фэйшн Коллекшн» для презентации новой коллекции детской одежды. А как удается совмещать и спорт, и, насколько я знаю, вы и КМС, и с парашютом, и творчеством? Да, это все было давным-давно, и все эти КМС и с парашютом, это все было в прошлой жизни. Сейчас я, у меня один вид спорта – это хоккей, которым я занимаюсь постоянно, и либо в 7 утра, либо в 10 вечера. То есть у меня либо ночью, либо рано утром я играю и тренируюсь, соответственно. Сегодня это фитнес обычный совершенно, чтобы просто поддерживать себя в форме. И сегодня это работа. Вот вы только что сказали, что занимаетесь, если хоккеем, то утром. Что еще вы делаете утром? Вообще, какое должно быть утро по-вашему? Слушайте, идеальное утро – это когда ты выспался, сам проснулся, а не по будильнику. Часа в 3 дня? Ну не, ни в коем случае. Если я проснулся в 3 часа дня, это значит, что-то ненормальное происходит. Ты проснулся там, ну, в полдесятого, допустим. В полдесятого ты проснулся, спустился вниз, ну, принял душ, понятно, там, позавтракал, провел время с семьей, потом, допустим, поехал на репетицию, или даже пусть не будет репетиции, допустим, поехал там… Делаешь то, что захочется. …спортом позанимался, допустим, вечером сел с женой, с друзьями, так сказать, вспомнил былое. А правда то, что у вас в машине лежит бита? Бита? Да. Нет, у меня нет в машине бита. Пишут, что у вас лежит в машине бита, и с надписью, что вы все правильно сделали. А, это… нет, это мы подарили, это компания «Росгострах», по-моему, что ли. А они мне биту подарили, бейсбольную биту, реально деревянную только, не профессиональную, а деревянную. Бейсбольную биту, на которой написано «все правильно сделал». Вы знаете, вчера, готовясь к интервью, вбив ваше имя и фамилию в поисковик, как это обычно делается, первое, что вышло в списке, Оскар Кучера – рост. Почему люди так интересуются вашим ростом? И все-таки, наверное, это интересно. Какой же у вас рост? У меня нет рубль 80. У меня рост, я даже не знал, почему люди интересуются моим ростом. Может быть, ассистенты по актерам или режиссеры, которые там смотрят картину, примеряя меня к той или иной партнерши, убивают, чтобы представить себе, как мы будем смотреться вместе. Не знаю, я даже не представляю, зачем вам люди. Мира и добра вам. И доброго утра. Лейла Арго, Ренат Разяпов, программа «Саля». Редактор субтитров А.Семкин